По 100 патронов и 2 по 200 патронов. БКУ, пулеметы, носимый комплект, 1000 патронов. Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, школьники внимательно слушают военнослужащего. Экскурсия по военной части призвана показать старшеклассникам, что в армии не так страшно, как кажется. Наша задача поднять дух, моральный дух наших молодых людей, чтобы они шли служить, защищать Отечество, а не прятаться от этой важной миссии за мамину юбку, за папиной справки. Ради поднятия боевого духа мальчишек пускают даже в казармы. Но подростков больше прикроватных тумбочек интересует возможность общения в социальных сетях. А интернет есть? Есть интернет? Компьютер. Серьезно, нет ничего? Ничего вконтакте не слышишь. Отсутствием интернета будущих призывников не испугать. Современная техника и рассказы военных дают желаемый эффект. Надеюсь, после этого в армию служить? Ну вот, конечно. Мы после этого решили, что в армию пойдем. Конечно. Кто пойдете? Да, еще до этого решил, что в армию пойдем. Мы вообще решили, да. Обязательно. Кто в честь перед Родиной? Но далеко не все так впечатлились. Ученики говорят, что несмотря на интересную экскурсию, не горят желанием по полной среды новобранцев. И пойдут служить, если только не смогут поступить в ВУЗы. Я просто сейчас еще не знаю, как я буду с армией решать. Но думаю, что если поступлю в институт, то будет у меня, наверное, отписка пока. То есть отсрочка от армии. А там уж посмотрим, что дальше будет. Сопровождающие детей взрослые уверены, что наглядная экскурсия – эффективный способ заставить старшеклассников задуматься о военной карьере. Одно дело, когда они теоретически слышат об армии. А другое дело, когда они увидят реальные плоды того, что дает армия. Какими становятся мужественными, стойкими наши защитники. Поэтому я думаю, что многие, кто не хотел идти в армию, задумываются над этим. За последние годы образ человека в погонах был дискредитирован настолько, что восстановить былой престиж в глазах молодого поколения непросто. Демонстрации одних автоматов и радиоприемников не обойтись. Елена Шарова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.